Алексей Плохая дорога, дальше было не проехать. Алексей двинулся на своих двоих, то и дело поправляя на плече тяжелую сумку с гостинцами для деда. Молодой человек остановился на центральной, единственной улице, оглядывая убогий пейзаж. Дома казались опустевшими. Словно в них давно уже никто не жил, ставни заколочены, из труб поднимался дым. Селение вымирало, молодежь уехала в город, старики доживали свой век. Ведь еще два десятка лет назад здесь все было иначе. Маленький Алеша играл со своими друзьями, жизнь бурлила. Но сейчас, по-видимому, из старых знакомых никого не осталось. Возможно, кто-то спился, другие уехали, решив начать новую жизнь в большом городе. Алексей с изумлением смотрел на покосившиеся от времени дома, что стояли на честном слове. Казалось, подует ветер, и они рухнут, не выдержав напора. Огороды исчезли под густым сорняком. Не было слышно ни звука, ни собак, ни птиц. Да что же, они здесь вымерли, что ли? Пробормотал он себе под нос. Переступая через неровности дороги, Алексей медленно приближался к такому знакомому дому. К его облегчению ставни были открыты. Как, впрочем, и входная дверь. Сунувшись внутрь, он сразу ощутил неприятный сладковатый запах, который буквально ударил в нос. Поморщившись, Алексей громко окликнул деда, внимательно приглядываясь к обстановке. Вроде бы ничего не изменилось. Старая мебель. Все как и раньше. Наконец, послышались приближающиеся тяжелые шаги. Из темноты комнаты появилась сухая фигура, в которой молодой человек сразу узнал своего деда. Седая борода была всколочена, как и редкие волосы на голове. А два злобных глаза уставились на Алексея из-под густых бровей. Старик что-то прошанкал, сплевывая себе под ноги. Кто таков? Алексей отпрянул, растерявшись. Дед, да ты меня не узнаешь, внук твой. Какое-то время ничего не происходило. А потом морщины на лице разгладились, а на сухих губах появилась довольная улыбка. «Алешка!» – закричал старик во все свое мощное горло. «Ну, чертяка, вымахал-то как!» Дед без усилий оторвал 90-килограммового внука от пола, тряся его. А я думаю, кого это принесло нечисто и обрадовался уже. Они сидели возле окна за старым круглым столом. Перед Алексеем стояла тарелка с вареным мясом. В блюдце лежали вялые огурцы, помидоры и сыр, который уже начал покрываться плесенью. Внук рассказывал деду о жизни в городе, о родителям, посматривая фотографии, старик охал, сетуя на то, как изменился его сын с невесткой. «А я тут тебе еще гостинцы из города привез!» Алексей запустил руку в сумку, извлек и положил на стол пакет с конфетами, вавли колбасу, а последний вытянул литровую бутылку водки, которую водрузил между блюдцем и с едой. «Помаленькой?» – поинтересовался внук. «Можно и помаленькой!» – стал возражать старик, глядя на бутылку без особого интереса. «Вот только у меня от этой водички изжога!» «Ну ладно, у меня еще вино было!» «Привыкли в своем городе пить всякую грязь!» С этими словами он поднялся с лавки и направился в погреб. Вскоре появился из двухлитровой бутыли самогона. «А куда делись все местные?» – вспомнил Алексей. «А-а-а-а!» – отмахнулся старик, глядя с любовью на принесенную бутыль. За окном уже смеркалось. И когда бутылка с самогоном наполовину опустела, было видно, что старик хорошо захмелел, так как лицо его покраснело, речь стала невнятной, да и сам Алексей, сидя на лавке, то и дело клевал носом. Не привык он пить такими ударными дозами такое ядреное пойло. Где-то на улице заухала сова. Вдалеке в лесу завыли волки. Луна поднялась из-за макушек деревьев, заглядывая единственным глазом в комнату, где пылала печь, разнося по помещению приятное тепло. Выпив еще стакан, старик подпер щеку ладони, а потом, залнывно так завыл, выводя какую-то грустную песню, Алексей слушал про себя морща с вот этих скрипчих звуков. Явно в детстве его старику наступил медведь на ухо. Дед, перебил он старика, а все-таки куда делись все местные? Я же отлично помню, сколько раньше жило народу. Старик тяжело вздохнул, пытаясь сосредоточить взгляд на своем внуке. Да съел я их всех. «Что значит съел?» – не понял Алексей. «А то и значит взял и съел!» Хохотнул старик громко щелкнула зубами и указывая на вареное мясо, что лежало на тарелках. «Дед, да ты нажрался!» «Нажрался? Ну-ну, да нажрался!» «А что ты скажешь вот на это?» С этими словами старик задрал свою грязную рубаху, открывая уродливый рубец у себя на груди, который обычно остается после вскрытия тела в морге. В некоторых местах кожа разошлась, показывая бледную плоть, местами подминившую и почернившую. Алексей понял, откуда исходил этот неприятный сладковатый запах. Он протрезвел мгновенно, не веря своим глазам. «Чтобы жить, мне надо хорошо питаться», — поговорил старик. Вот и пришлось пожертвовать соседям. Благо, что их век подходил к концу. «Но ты-то не беспокойся, я тебя не трону, ты же внук мой!» Но Алексей его не услышал. В ужасе от увиденного он уже мчался прочь из дома, из деревни, желая только одного. Как можно дальше убраться от этого места, он плюхнулся за руль, вдавливая педаль в пол и разгоняя свой автомобиль по лесной дороге. Старик же, выйдя на порог, с сожалением проследил за тем, как удаляется свет от автомобильных фар. А потом вернулся обратно в дом к недопитому самогону. Ведь он-то хотел раскрыть своему внуку тайну вечной жизни, отчет беда. Субтитры создавал DimaTorzok